Дорогие начинающие, я хочу вам рассказать о паяльнике, ведь это главный прибор в арсенале радиолюбителя и нужно уметь им быстро и качественно паять. Какие бывают виды паяльников? Ну вот наиболее самый популярный в советское время, да впрочем и сейчас, EPCN 25 мощностью 25 ватт, наиболее легкий и дешевый. Далее идет китайский собрат, которых полно на рынках и магазинах, мощностью 60 ватт. Дополнен регулятором мощности, так как из-за большого перегрева паять им практически невозможно, сказывается экономия материалов китайцами, раскаляется до красна, обгорает жало, портятся дорожки и детали от перегрева. Бывают и такие монстры, как, например, паяльник EPN 100 мощностью 100 ватт, бывают и 200 ватт, в виде бруска меди, обмотанной нагревателем для пайки массивных деталей, таких как радиаторы и прочее. Для начинающих порекомендую вот такой вот паяльник мощностью 25 ватт с обычным медным жалом, который легко заменяется, его не тяжело достать из любого кабеля электротехнического, либо купить на рынке готовое. Крайне не рекомендую китайские паяльники с непригораемыми жалами. Паять им невозможно, да и сильно перегреваются. Такой паяльник называется импульсом. Импульсного в нем ничего нету, просто такой режим работы. Включил, выключил. Жало прикручивается к двум медным шинам, которые являются вторичной обмоткой трансформатора мощностью 60 ватт. Также имеется подсветка, выключатель и такая вот вилка удобная, которая позволяет включать в нее еще и телевизор. Вот видим, как он довольно быстро нагревается. Удобный паяльник для работы на дому с клиентами, где нужно быстро припаять. Следующий паяльник газовый. В данном случае самопальная модель, сделан из обычной китайской горелки, которая можно греть как отдельно, так и с небольшой примочкой. В виде деревянного бруска закреплено на нем кусочком медного жала от старого паяльника. Нагревается очень быстро, греет тоже очень сильно и легко сделать самому. Очень полезен там, где нет сети. Например, на крыше для пайки антенн или автомобилей. А этот самодельный паяльник более похож даже на сварочный аппарат, чем на паяльник. Предназначен для выполнения спаев различных металлов, угольным электродом. Включается в сеть напрямую. Состоит из дросселя и диодового моста. Дроссель от лампы ДРЛК-250. Крайне опасен, потому что не имеет гальванической развязки с сетью. Такой способ сварки применялся в 50-х годах в бытовой радиоаппаратуре. Вот фрагмент лампового приемника тех годов. Мы видим характерные спаи на кончиках радиодеталей. Этот вид соединения самый надежный. На примере ремонта китайского обогревателя я покажу принцип работы. Закрепляем плюсовой провод на спирали, а минусовым электродом в данном случае взят из батарейки. Делаем спаи. Почему выбрано такое высокое напряжение? Потому что спираль не перегорает ввиду малого тока в цепи. Так можно соединять медные провода. Спай получается очень крепким и очень надежным без применения каких-либо припоев и флюсов. Видим такой же шарик, как в радиоприемнике. Также можно сваривать и радиодетали при необходимости. В основном этот метод применяется для спаи в нихрома, в паяльнике например, в обогревателях, там где скрутка ненадолго. Еще раз повторяю, на электродах 220 вольт. Далее поговорим о флюсах и припоях. Для начинающих рекомендую канифоль с основу, которая состоит в основном из смоляных кислот, что является флюсом припайки. Припой с содержанием канифоли внутри. Есть без канифоли, разного диаметра, а также процентным содержанием олова, свинца и прочих добавок, которые придают им разные свойства. Такой пруток применяется для паяльников типа топор. Он довольно тугоплавкий и для радиоэлектроники не пойдет. Также есть различные флюсы и паяльные пасты. В данном случае это флюс ТАГС. Ну и как же без теми любимой соляной кислоты. Применяется для пайки металлических деталей. Никакие платы и радиоэлементы ей не появятся. Теперь я покажу, как правильно залудить жало паяльника. Видим, оно черное, обгоревшее, а китайские паяльники, которые перегревают его, оно еще и синее. Вот попробуем паять, видим, что оно не имея олова на себе, не плавит и на плате другое олова. Для того, чтобы его залудить, нужно почистить напильником слой окислов до медного блеска. И тут же макнуть его в канифоль и олова. Оно моментально покрывается каплей припоя и готово к применению. Теперь попробуем таким паяльником паять плату. Сразу видно, есть контакт. Флюсы для этих целей тоже не рекомендую применять. Все нормально лудится напильником и канифолью. Другой важный момент, это температура паяльника. Вот жало нормально прогретого паяльника. Как видим, канифоль плавится без лишнего дыма, капелька всегда остается на жале и прекрасно переносится к месту пайки. А это залог качественной пайки. Но большинство паяльников, в основном китайское производство, сильно перегреваются. Таким паяльникам тяжело паять даже профессионалу, а зачастую и невозможно. Вот мы видим характерное облако дыма, канифоль выгорает ни на секунды не задерживаяся на жале паяльника. Перенести каплю канифоля невозможно, жало постоянно обгорает, несмотря на то, что она антипригарная. Кстати, начинающим такое жало рекомендую сменить на обычное медное. Это сэкономит вам кучу нервов и припоя. Вот мы видим, что такой паяльник практически невозможно окунуть в канифоль. То же самое из канифоль, которая внутри овова. Другая проблема это когда паяльник не догревается. Такие иногда попадаются в основном с советского производства. Либо напряжение в сети заниженное. Помогает вот такая вот коробочка, которую не трудно смастерить самому. Детали можно взять из лампы экономки. Это 4 диода и конденсатор. Желательно 10 микрофарад. Так как в экономках они бывают по 5 микрофарад, то нужно соединить два параллели. Конденсатор заряжается до амплитудного значения, что дает прирост 20-30 вольт, чего вполне достаточно. Китайский паяльник от перегрева спасет так называемый диммер. Применяется для регулировки яркости света, регулирования оборотов в электроинструменте, в данном случае от какого-то лобзика. Все только ведущие части залиты термоклеем. Вот теперь я убрал температуру с помощью этого регулятора и посмотрим, что получилось. Макаем в канифоль. Видим, что дыма нет лишнего. Канифоль остается на жале. Очень хорошо переносится к месту пайки. Дорожки не отваливаются, детали не перегреваются. А это одна из основных проблем, с которыми сталкиваются начинающие радиолюбители. Пару слов о подставке для паяльника. Можно, конечно же, купить готовую, можно сделать самому из рейки и алюминиевой пластины. А деревянный торец в подставке будет очень кстати при уже не проводу. Сейчас я покажу, для чего нужен флюс при пайке. Канифоль, как известно, это флюс. Зачищаем провод, скручиваем жилки между собой, чтобы не лохматился. Далее, без всяких флюсов, каплей олова, пробуем провудить провод. Как видим, олова ложится рыхло, не пропитывая проводок. И весьма плохо облуживается. Попробуем. Как видите, косичка легко расплетается, чтобы доказывать то, что она внутри не пропиталась совсем. Такой проводок отвалится быстро от места пайки. Теперь то же самое сделаем, но уже с применением канифоли в качестве флюса. Макаем проводок прямо в канифоль, либо переносим каплю канифоли быстренько к проводку. И прогреваем. Видим, что олова очень хорошо растекается по проводу, пропитывает его. Пайка получается более-менее зеркальной. И как видим, провод уже не распушается. Это говорит о хорошем качестве залуживания. Если кончик провода старый, имеет слой окислом, его нужно зачистить ножом до медного блеска. Тщательно каждую жилку, не полениться. Далее скручиваем опять косичку, покрываем сначала канифолью. Она уберет остаточные окислы и даст хорошо смочить провод. Как видим, провод полностью пропитался. Готов к пайке. Применять жидкие флюсы крайне не рекомендуется. Хотя с ними процесс пайки гораздо проще. В них содержатся кислоты, соли, которые никуда не деваются, а остаются на проводе, со временем его разрушая. Как видите, пайка тоже получается без всяких зачисток. Очень красивая. Но под оболочкой остаются соли различных кислот, которые входили в состав флюса. И при воздействии влаги атмосферной, они начинают разъедать в основание проводок. И через некоторое время он просто отвалится. Аналогично заложиваются и одножильные проводки. Снимаем изоляцию. Вмакаем в канифоль. Если проводок был окисленный, предварительно зачищаем его. И вот когда проводок покрыт ровным слойом ова, можно считать лужение законченным. Провода большого сечения прогреть маленьким паяльником невозможно. Для этого предназначен более мощный 60 ваттный паяльник, к примеру. Хорошо прогретый. Также макаем в канифоль. Обильно смачивая кончик, начинаем греть. Как только провод прогреется, олова само растечется по нему равномерно, пропитает его хорошенько. Вот мы видим, с прогревом он затекает все глубже и глубже. По мере необходимости добавляем олова. И вот мы проводник уже готов к пайке. Теперь соединим два проводка. Снимаем изоляцию. Лучше кусачками, потому что ножом можно повредить и без того ценные волосинки. Скручиваем. Макаем в канифоль. Главный ингредиент этого блюда. И хорошенько пролуживаемся. Получаем спаянные два проводка, которые практически невозможно разорвать. Немного по-другому соединяем одножильные провода. Так как их скрутить проблематично, делаем из них проушинки. Как звенья цепи соединяем. И это соединяя пропаиваю. Соединять такие провода внахлёст не рекомендую. Вот изгибов, оно просто может развалиться. Из-за того, что жилы толстые и жесткие. Вот прогреваем клей. Заполнило все пустоты. Имеем качественный спай. Теперь давайте припаяем проводок к плате. Также снимаем изоляцию. Скручиваем. Макаем в канифоль. Залуживаем проводок. Опять же добавляем канифоли к месту пайки. Ее никогда не может быть много. И видим, что припаялась довольно прочно. Также отпаиваем. И к примеру, припаяем в другое место. Опять же канифольки подливаем. И попробуем на разрыв данное соединение. И видим, что оно отрывается только буквально с мясом. Эмалированные провода толстого сечения. Элементарно зачищаем ножом до меди. Также мы можем макаем в канифоль и облуживаем. Проще простого. С тонкими проводами гораздо сложнее. Ножом их можно просто срезать, а когда намотана катушка, из нее торчит короткий кончик, это будет плачевный результат. Вот здесь нам и пригождается деревянная подставочка. Можно взять другой брусок. На нем в капли канифоли мы этот проводок трем паяльником. Эмаль слазит и легко облуживается. Несколько проблематично лудить провода от наушников. Они сделаны из стекловолоконной нити, обернутых эмалированными волосинками. Вот здесь пригодится нам опять брусочек деревянный. Делаем лужицу из канифоли. И начинаем кончики проводов в этой лужице тереть паяльником. С жилок слазит эмаль и они постепенно облуживаются. Далее формируем косичку. Стекловолоконная нить, она и должна остаться внутри. Она потом вольется в каплю олова, придаст жесткость соединению. Именно благодаря этой нити эти провода более менее выдерживают нагрузки. Вот мы видим вторая жила отлично залудилась. Можно это делать в таблетке аспирина или ацетилсалициловой кислоты. Но вонь при этом такая стоит, что глаза на лоб вылазят. Еще не известно, что полезнее. Отремонтировать наушники или подышать этой гадостью. Вот мы хорошенечко формируем из них цельные жилки и вуаля! Проводники готовы к спаиванию. Для уложения железных или оцинкованных изделий применяют паяльную кислоту. Это техническая соляная кислота с добавлением кусочков цинка. Получается хлорид цинка. Макаем в нее изделие. В данном случае этот тросик оцинкованный. И покрываем олово без канифолии. Видим, что жилы пропитались. Попробуем крутить. Тросик не расплетается. Для тросов сцепления мотоциклов обычно напрессовывают гайку, расклепывают ее и все это вместе пропаивает оловом. Вот мы макнули в кислоту ее. Набираем олово и прогреваем гайку. Видим, что олово пропитывает ее на вылет, так сказать, вместе с тросом. При данном соединении гайка гайка уже никуда не сползет. Олово желательно для этих целей брать тугоплавкое, оно тверже. Также попробую залудить оцинкованную пластинку. Это может быть корпус прибора шасси какой-нибудь, куда нам нужно припаять проводок. Видим, что олово моментально растекается. Появляется в равномерный слой олова. После облуживания деталей их можно паять уже с канифолью. Желательно промыть место облуживания, так как соли кислоты остаются на краю пайки и со временем это место покроется ржавчиной. Возможное приведет к полному отгниванию в этом месте пластинки. Теперь попробуем залудить дорожки вновь изготовленной платы. Для начала защищаем их мелкой шкуркой до блеска от остатков тонера, краски или фоторезиста. Далее берем кусочек канифоли, разминаем его до порошка и посыпаем плату. Достаточно небольшого слоя. Далее набираем олово и начинаем залуживать дорожки. Применение сплавов для лужения типа Розе или сплав Вуда, легкоплавки и припои, мне не понравилось. Ввиду того, что во время впайки деталей в эту плату он подмешивается к припою и долго не застывает. Приходится долго дуть на деталь. Да и к тому же приобретение таких сплавов затруднено. Хорошенько прогреваем дорожки, равномерно растягивая олово. За дырочки можно не волноваться, их можно потом легко спичкой проковырять опять. Лишние сопли можно растянуть на соседние дорожки. И вот мы уже имеем нормально заложенную плату. Смывать канифоль не обязательно, она еще пригодится во время пайки деталей. Применение флюсов крайне нежелательно. Вот простой пример. Так как во флюс входят кислоты и прочие жидкости, они создают проводимую пленку в местах пайки. Достаточно капнуть между дорожками каплю флюса и мы видим, как сопротивление этой цепи резко падает. А появление отрицательного результата на тестере указывает на то, что между дорожками появился химический источник тока, который дает отрицательный потенциал. Такие капельки могут привести к нестабильной, а иногда и полной неработоспособности устройства. Теперь давайте попробуем залудить ножки резистора, которые изрядно окислены. Вмакаем в канифоль, олова и прогреваемый. Как видим, канифоль не всесильная, так как входящие в состав ее смоляные кислоты, не такие сильные и толстые слои окислов, они просто не в состоянии убрать. Вот видим, вывод как был, так и остался черный. Здесь поможет механическое удаление пленки окислов. Смакаем в канифоль и видим, все отлично облуживается с первого раза. Резистор готов к пайке. А теперь применим флюс. В нем есть активные компоненты, соли, кислоты, которые растворяют все окислы, удаляя их с поверхности металла. И видим, что вывод моментально залудился без применения механической обработки. Но опять же повторяю, что соли, кислот остаются на краях пайки и могут со временем повредить. Теперь умея облуживать и спаивать детали, соберем простейший блок питания. Возьмем трансформатор на 9 вольт, 4 диода и электролитический конденсатор. Зачищаем выводы, скручиваем их и облуживаем сетевая обмотка. Это толстые провода красный и черный. Вторичная обмотка на 9 вольт. Это два тонких белых провода. Макаем выводы в канифоль. Берем капельку олова, облуживаем выводы. Тоже самую операцию проделаем с сетевыми выводами. Очень часто китайские провода быстро окисляются и неудовлетворительно появятся. Для этого иногда их нужно пошкрябать ножом. К этим выводам следует припаять шнур с сетевой вилкой и заизолировать. Берем любую пару диодов, спаиваем допустим катоды. Это помеченные серебристым кольцом выводы. Выводы диодов я предварительно не зачищал и не залужил, так как они выпаяны из платы и уже подготовлены к пайке. Припаяем сюда третий диод. Можно сначала спаять пары диодов, потом их спаять в мост. С противоположной стороны мы спаиваем аноды вместе. С катодов мы снимем плюс, с анодов минус. Несмотря на то, что диоды запитываются плюсом на анод. Спаиваем последнюю секцию. Всегда на место спайки добавляем канифоль. Припаяем выводы трансформатора. Вот мы видим два анода спаянные вместе. С противоположной стороны два катода. Это у нас будет соответственно плюс и минус. Переменное напряжение мы подаем на другую диагональ моста. Там где попарно спаянный катод с анодом. Обязательно добавляем всегда канифоль. Она как проявитель выявит некачественную пайку. Потому что на сухую может и прилипнуть, но держаться не будет. Также облужим выводы конденсатора. Паяем ее соответственно. Плюс к плюсу, минус к минусу. На анодах у нас получится минус. Еще раз подчеркивать противоречивость. На катодах у нас получится плюс. Далее делаем выводы для потребителя. Это может быть радиоприемник, плеер и прочие устройства, которые нужно запитать от блока питания. Это мы собрали схему простого выпрямителя мостового со сглаживающим конденсатором. Облуживаем опять же концы проводов и паяем к конденсатору. Допустим желтый у нас будет плюс, мы паяем к плюсу. Черный, нейтральный цвет обычно делают минус. Этот монтаж называется навесной. Еще есть монтаж на печатной плате. Вот имеем готовый блок питания. Несмотря на то, что этот блок питания нестабилизированный, китайцы обходятся и такими. Иногда возникает проблема, когда закончилась овова. Ехать за ним в магазин порой бывает далеко, но можно взять его со старых плат. Берем, прогреваем каждую пайку и собираем с нее капельку овова. Платы желательно взять старые, советские, от телевизоров, магнитофонов, так как там и овова не жалели. Оно было нормального качества по ГОСТу. Как правило, такие платы не окисленные, ввиду хорошего качества овова. Вот собираем капельку. Держа вертикально плату, овова стекает вниз, мы ее потихоньку тянем за паяльником. Набирается капелька, мы ее струхиваем. С одной платы собирается довольно неплохой слиточек, которой хватит на долгое время. Еще раз подчеркиваю, не стоит собирать овова с китайских плат, так как сейчас популярен бессвинцовый припой, якобы он более экологичный, не попадает в окружающую среду свинец с мусором, но он крайне плохо паяет, плохо смачивает поверхности спаиваемых деталей и довольно тугоплавкий, что тоже не очень хорошо сказывается на пайке. Вот мы натрусили неприличную овова. Можно эти капельки капать сразу в канифоль, потом удобно их оттуда убрать. Можно сделать слиточек. Овова неплохого качества и совершенно бесплатно. Также можно запасаться радиодеталями. Электролитические кондеры не советую брать из старых плат, они уже наверняка высохшие. А вот пленочные, резисторы, транзисторы это вечный материал, они всегда пойдут. Набираем канифоль на паяльник. Смачиваем места пайки. Так детали легче выпаиваются. Паяльник не обгорает, что очень важно. Вот демонтируем многовыводную деталь. Греем сразу три вывода, передварительно смочив канифоль вместо паек. Тянем за деталь слегка, покачивая ее. Вот, пожалуйста, демонтирован резистор. Допустим, выпаем электролитический конденсатор, тоже. Со свежих плат их можно брать, со старых не рекомендую. Они наверняка уже практически не работоспособны. Вот транзистор демонтируем. Макаем канифоль, так как припой частенько под закиш и имеет плохой контакт с паяльниками. Греем сразу три вывода и тянем детальку, пожалуйста. Она легко извлекается, абсолютно не перегретая. Также можно демонтировать микросхемы. Это если под рукой нет никаких приспособлений для их демонтажа. Смоченные канифолью выводы интенсивно прогреваем паяльником. С другой стороны поддеваем отверткой слегка, чтобы не разломать корпус микросхемы. И стараемся как можно быстрее одновременно прогреть все выводы. Микросхема легко извлекается. Но есть более продвинутый метод извлечения микросхем с помощью медицинской иглы. Это обычная одноразовая игла, которая идет со шприцом в комплекте. Она очень хорошо подходит под диаметр ножек. Сейчас я покажу, как ей выпаивать микросхемы. Смачиваем место пайки канифолью и надеваем на вывод иглу. Далее повторяем другой ножкой. Постоянно подливаем канифоль. Платы зачастую покрыты защитным лаком, от которого быстро жало обгорает, если не добавлять канифоль. И тяжелее поймать контакт олова с паяльником. К тому же по расплавленной канифоли легче входит игла в отверстие. Загнутые выводы можно предварительно выравнивать. Можно по ходу дела иглой. Вот мы уже имеем один ряд освобожденных выводов от пайки. Приступаем ко второму, не забывая подливать канифоль. Уравниваем загнутые выводы. Этот способ демонтажа микросхем очень удобный. Игл очень хорошо работает с однослойной платой. Но иногда при удачном подборе диаметра иглы он работает и с двухслойными платами. Освобождает припой и с другой стороны вывод. Но так как выводы отверстия разные, подобрать их сложновато. Теперь мы поддеваем микросхему. Она легко отходит от платы. Иногда даже сама выпадает после последней ножки. Для более толстых выводов, других деталей, например, разъёмы, трансформаторы. Можно подобрать иглы от капельницы. Также можно демонтировать мелкие детали, которые не любят перегрева. Например, вот такие жёлтенькие керамические конденсаторы. Если их тянуть пинцетом и греть ножки, они, как правило, разваливаются. Чуть только их перегреешь. А так мы имеем ровненькие выводы конденсатора абсолютно неповреждённого, плюс готовые дырочки для впайки нового, если мы занимаемся ремонтом. Вот извлечённый нормальный конденсатор. С помощью иглы можно демонтировать любое количество ножек. Хоть 8, хоть 40. Хочу обратить ваше внимание на китайские платы, в которых ножки деталей не откусываются, а счищаются абразивом. И они получаются как бы Г-образные, немножко закатанным металлом сверху. На них игла не очень хорошо налазит, но тем не менее с помощью иглы канифоли и паяльника можно выпаивать и такие. Смачиваем выводы и надвигаем иглу на вывод. Эта кромка, которая от наждака остаётся, она обламывается и в принципе не мешается. Просто немножко тяжело иглой попасть ровно в центр вывода. Загнутые выводы тоже иглой можно выравнять. Иногда эти кромки потвёрже бывают, да ещё и лаком бывает плата хорошенько пролита. Тогда приходится лить побольше канифоли, чтобы добраться до вывода расчищать приходится припой. Не с первой попытки каждая нога даётся. Вот мы видим с последней ножкой микросхемы выпадает из платы. Это, конечно, если плата не пропитана лаком. После этой процедуры мы имеем уже чистые отверстия, подготовленные для впайки новой микросхемы. Для демонтажа трансформаторов и других крупногабаритных деталей, которые имеют большую площадь дорожек, массивные пайки, применяем мощный паяльник. К примеру, можно вот так поступить, прогревая сразу несколько ножек и немножко оттягивая трансформатор. Это могут быть не только трансформаторы, разъёмы, различные субмодули, которые впаяны в плату, под которые не удаётся подобрать иглу. Раньше с иглами было попроще, они были все. Вот мы видим отпаянную сторону. Иглы были любых диаметров, были из нержавейки качественные. Также прогреваем другую сторону. 25-ваттным паяльником такие массивные дорожки прогреть не удастся. Вот мы видим демонтированный трансформатор, абсолютно неповреждённый. Главное сильно не тянуть, иначе бывает ножки выдёргиваются, которые потом приходится назад вставлять и припавить им провода. Плату, если она нам нужна, мы подготавливаем для впаивания другой детали. Проливаем канифолью хорошенько, помогаем иглой очистить отверстия. При достаточном количестве канифоли эти все операции очень легко осуществляются. Вставляем на место трансформатор. Впаиваем его обратно. Канифоль у нас уже есть. Олова тоже. Там, где у него не хватает олова, можно подлить. Так как платы паяет автомат, олова там всегда впритык. Причём, если это бессвинцовый припой, он паяется плоховато. Пайка получается рыхлая, сухая такая. Приходится добавлять дополнительную нормального припоя. После монтажа канифоль можно смыть спиртом, растворителем. Хотя растворители не все подходят. Вот некоторых бывает олова окисляется, становится чёрным. Выравниваем для красоты места паек, равномерно распределяя олова. Так пайка смотрится эстетичнее. Вот мы имеем внову установлена деталь. Готовы к работе. Всё больше и больше в аппаратуре применяются SMD элементы. Они дешевле, практичнее в автоматическом монтаже и гораздо меньше по габаритам. Но при наличии паяльника и прямых рук, монтаж и демонтаж таких элементов тоже не представляет особой сложности. Конечно, лучше воспользоваться термофеном и специальными насадками, но это оборудование дорогое и начинающим не по карману. К тому же не всегда оправданно. Вот попробуем демонтировать SMD конденсатор. Греем сразу оба вывода и быстро выхватываем из капли припоя. Если пальцы немножко смочить, то это абсолютно не горячо. Вот мы видим деталь. За счёт быстрого охлаждения она не перегревается. Остаётся абсолютно исправной. Опять же, вот, к примеру, диод. Смачиваем выводы канифолью. Канифоль это обязательная приправа в нашем блюде. Вот легко демонтируется диод. У них есть диод. Он не перегретый, не повреждённый. Вот попробуем демонтировать микросхему с 8 выводами. Слегка поддевая ножом я с краешку. Только слегка, потому что корпус при нагреве размягчается и можно легко её сломать. Главное греть быстро, сразу все выводы стараться и обязательно проканифолены. Вот имеем микросхемку. Не проблема составляет и такого размера микросхема. Смачиваем канифолью выводы и начинаем интенсивно скользить паяльником сразу по всем. Прогревая одновременно все места пайки. Также греем вторую сторону. Ножом работаем аккуратно, дабы не оторвать дорожки и не повредить микросхему. Вот имеем демонтированную микросхему и целую печатную плату. Если нужно, будет обратно что-то впаивать сюда. Дорожки все абсолютно целые. С большими процессорами можно поступать точно так же, но это более трудоемкий. Нужно греть и поддевать очень аккуратно и по миллиметру. Чувствуя, когда отлипает одна сторона, переходить в другой, так потихоньку-потихоньку она приподнимается и отпаивается. Мне легко удавалось менять память во флеш-плеере, где имеется с обе стороны такое же количество в виду. Трехвыводные детали. Это могут быть транзисторы, диодные сборки, варикапы. Также смачиваем обе стороны канифолью и греем одновременно обе стороны интенсивно. Тут же выхватываем из капли припоя его, как только он отпаялся. Имеем выпаянный транзистор. Также, к примеру, этот конденсатор легко выпаивается. Плата при этом не повреждается. Дорожки абсолютно целые. Попробуем выпаять резистор. Аналогично. Греем сразу обе стороны. Тут же выхватываем. С резисторами можно не спешить. Они не чувствительны к перегреву. Для того, чтобы назад впаять, вложим его на прежнее место. И тут же прихватываем. Оставляю хорошие капли припоя по краям. Допустим, зададимся целью поставить на место транзистор. Такое часто приходится проделывать, ввиду того, что в схеме его зачастую не проверишь. Приходится выпаять, прозвонить и впаять обратно. Подкатываем на старое место. Придавливаем иглой. У меня это получается не очень аккуратно, так как я паяю практически на вытянутых руках. Прихватываем ножки капельками припоя. Здесь можно не жалеть припоя, его все равно уйдет мало. Но то пайка будет более надежной. Допустим, мы заменили микросхему на новую. Если это новая, то предварительно ножки облуживаем канифулюсовым. Если это старая, впаиваем ее на место, точно центруя ее по местам пайки. Вот все, никак не доберусь до контактной площадки. Теперь прижимая корпус микросхемы, паяем каждую ножку в отдельности. Здесь главное не набирать много олова, так как повесится сопля между ножками, которую в принципе не тяжело удалить иглой, а еще лучше остро заточенной спичкой. Канифоли при этом, опять же, не жалеем. Ее никогда не бывает много. Она является хорошим изолятором. Иногда даже улучшает изоляционные свойства платы. Там, где плата не покрыта лаком, какой-то резистор прибился. Его легко потом на место поставить, даже если он случайно отпаялся. Проверяем под увеличительным стеклом качество пайки каждой ноги, что невооруженным глазом бывает трудно разглядеть, особенно, если зрение уже не то. После монтажа остатки канифоли удаляем спиртом. Получаем чистую красивую плату, ровную пайку и товарный вид. Вернемся на некоторое время к обычным гип-элементом, т.е. выводным. Покажу вам, как впаивать радиодетали в печатную плату. Подготавливаем отверстия для пайки, иглой или спичкой. Спичкой даже предпочтительней, так как она не теплоемкая, на нее олова не липнет. Хорошо пропитывается канифолью. Вот имеем ряд отверстий. Берем микросхему. Залуживаем у нее ножки. Применять для этой цели флюсы, настоятельно не рекомендую. Оставшаяся пленка между ножек микросхемы приведет ее в невропотоспособное состояние. Даже последующая промывка спиртом может не восстановить изоляционных свойств корпуса. При впайке микросхем особое внимание обращаем на первую ногу. На платье оно обозначается вот таким вот ключиком, либо маркировкой краской. На микросхеме это либо вот такая точка, либо выемка с этой стороны корпуса. Совмещаем первую ногу на платье и микросхеме. Вставляем в плату. Так, чтобы выводы нигде не заломились. И припаяем выводы микросхемы. Удобно для этого использовать пруток олова с канифолью внутри. Быстро касаясь, стараясь не перегревать выводы. Наносим припой. Если образовались сопли между выводами, удаляем их с помощью иглы или спички. Главное, чтобы все было смочено канифолью хорошо, олова тогда само растекается по нужным площадочкам, старается не создавать соплей. Внимательно смотрим на наличие перемычек случайно образовавшихся. Если нужно, удаляем. Как видим, канифоль не дает олова слепаться между собой, заполняя пространство между дорожками. Создает дополнительную изоляцию. И ежели оно не нравится чисто эстетически, смываем спиртом или ацетоном. С помощью зубной щетки либо другой кисточки имеем чистую красивую пайку. Также попробуем впаять выводные детали. Облуживаем выводы деталей. Если не лудится, то зачищаем ножом. Процедуру зачистки желательно производить вне зависимости от состояния ножек деталей. Это всегда будет гарантированно качественный результат пайки. Вставляем деталь в отверстие. Можно их предварительно подготовить. проделать отверстие спичкой. Такие удобные детали можно вставлять непосредственно с прогревом места пайки. Дополняем олово. если необходимо. Большее количество припоя добавить механической стойкости. Теперь попробуем выпаять, допустим, смд элемент, интегральный стабилизатор. Прогреваем все выводы. Проливаем канифолькой. Начинаем интенсивно греть. Сразу стараясь попасть на все выводы. Слегка поддевая корпус. Постепенно его приподнимая. Сразу ломиться не стоит, так как можно вырвать ножки из разогретого корпуса. Вот мы без помощи каких-либо приспособлений извлекли стабилизатор. Аналогично впаиваем припоя при необходимости. Добавляем припоя при необходимости. Имеем капитально впаянную деталь. Также попробуем выпаять вот эту микросхему драйвера двигателя. С небольшими выводами радиаторами, которые отводят тепло от кристалла микросхемы на плату. Точно так же смачиваем канифолью. Интенсивно елозим по ножкам, стараясь их равномерно прогреть. Одновременно поддевая с краю ножом. Момент отпаивания микросхемы легко прочувствуете. Сильно при этом поднимать его не стоит, так как с другой стороны выводы еще не отпаяны и можно вырвать дорожки. Буквально по миллиметру отпаиваем, приподнимаем микросхему и переходим на другую сторону. Массивные детали маломощным паяльником плохо прогреваются. Но применять здесь более мощный паяльник нецелесообразно, так как отвалится все. Лучше подольше погреть. Все равно температура не превышает смертельную для кристалла. Фен она выдерживает, который греет непосредственно весь корпус микросхемы до плавления припоя. А тут мы греем только выводы. Сам кристалл намного холоднее. Вот так потихонечко приподнимаем. Сильно не спешим, чтобы не вырвать дорожки. Вот имеем демонтированную микросхему и целые дорожки. Проведем обратную манипуляцию. Допустим, мы взяли драйвер новый из донора, либо купили новую микросхему. Залуживаем ее ножки, чтобы не было наплыва припоя. Либо бывает микросхема лежалая. Соблюдаем опять же на первую ножку с ключом на плате. Совмещаем места паек с обеих сторон. Придерживаем микросхему преды. Прихватываем, допустим радиаторы. Далее придавливаем микросхему. Начинаем припаивать ножки. Используя фенов в таких случаях, то неоправданно пережаривает соседние детали, например, вот эти конденсаторы вокруг микросхемы, что не гарантирует ихнюю последующую работу. Они могут просто закипеть и лопнуть незаметно и в ближайшем времени спокойно высохнуть. Такой способ демонтажа и монтажа микросхемы. С одной стороны исключает ее перегрев, с другой стороны не требует дорогостоящее оборудование. После можно промить спиртиком. Удалив остатки канифоли. Получить красивую плату. На этом наш урок окончен. Я надеюсь, мои советы будут вам полезными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова